Мы опять находимся на улице Коголончану 68, город Кишинев, исторический центр. Как мы и обещали, возвращаемся сюда в сентябре, 58 сентября. Я думаю, можно начинать наш рейд. Погнали! Давайте сделаем так, по-доброму. Минут 10-15 мы постоим, осмотримся, дадим водителям подойти к своим машинам. После этого приступим непосредственно и к наклейкам, и к вызову полиции. Я вот здесь видел номер телефона. Алло, добрый день. Уберите, пожалуйста, автомобиль с тротуара. Сейчас, иду, уберите. Спасибо. Это, кстати, причина, по которой я не очень люблю звонить. Мне так отвечают, как будто одолжение мне делают. Вот тротуар, вот лестница и вот эти 40 сантиметров. Ну и, собственно говоря, с самого начала улицы вот такая же история. Смотрим, смотрим, что тут происходит. Чикпинь! А ну расскажи, где можно будет посмотреть этот материал? Этот материал можете посмотреть у меня на канале. Канал называется Абкуб. Заходим в YouTube, подписываемся и смотрим. Это жестко, это жестко. Я не знаю, что там было, но вижу по кадрам это жестко. Через недельку у нас выборы. И мне кажется, самое подходящее время нашим муниципальным властям обратить внимание на острые проблемы с парковкой, которые существуют в центре. Я сейчас говорю не о проблеме, чтобы решить ее для водителей, а решить проблему для пешеходов. Потому как на одного водителя приходится три пешехода. Так вот, когда мучается один водитель в поисках машины, мучаются три пешехода в поисках свободного тротуара. И этот вопрос нужно решать. И решать его нужно кардинально. Я понимаю, что любые меры, которые будут приняты, они будут восприниматься критикой для нашего мэра. Но, к сожалению, город не резиновый. Невозможно из того, что сейчас есть, создать еще сотню, два, три, пять сотен парковочных мест. Если только не делать многоуровневые парковки, подземные, надземные. Но такие проекты я даже не слышал у нас в разработке. Не то, что в ближайшее время в реализации. Но, как вы знаете, почему европейские города не очень сильно, особенно центр, страдают от автомобилей? Потому что туда запрещен въезд. По разным причинам, по разным обстоятельствам. Простой турист, скажем так, не может приехать в центр города на своей машине, потому что он хочет поглазеть на какое-то здание. Это запрещено. У нас почему-то до сих пор ругаются, что прямо в центре, прямо возле памятника Штефана Чалмари, им не предоставили персональное парковочное место. Так не бывает. И водители давно должны это усвоить, понять, запомнить, проанализировать. И усвоить, наконец, то, что парковочных мест не будут делать достаточное количество для всех автомобилей. Сделают достаточное количество для автомобилей, это все еще больше смотивирует других водителей купить машины. И это будет просто замкнутый круг. В общем, мы постояли минут 5-10. Никто к машинам не подошел. 1-1-2. Вызов. Громкую связь. Алло, здравствуйте. А можно экипаж патрульной полиции на Коголончану 68, город Кишинев? Что у вас случилось? Много автомобилей припарковано на тротуаре. Передаем информацию. Спасибо, добрый. Хорошо, спасибо. Жду. Собственно, вот водитель Форда уезжает. И я хочу еще раз напомнить, что эта полоса, вот где стоит сейчас Меган, она абсолютно не запрещает здесь парковаться. Но я вижу, водитель Мегана включил поворотник, сейчас попробует занырнуть на тротуар. Вот именно этот маневр запрещен. Запрещен, и я попробую ему об этом сказать. Добрый день. Тротуар. Нельзя заезжать на тротуар. Как бы не только здесь, а везде, где есть тротуар, запрещен заезд. Смотри, с телефоном в руках, на перекрестке, на пешеходном переходе. Не пристегнут. И сдает назад. И потом в итоге пешеходы-провокаторы. Ты посмотри на них. Вот, 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 смотрите. Вот один такой момент, один такой показательный, показывает весь пофигизм наших водителей. Весь. С телефоном в руках, одной рукой, на пешеходном переходе. Сдает назад. Не пристегнувшись. Это именно вот тот пофигизм, который транслирует большинство водителей. К сожалению. К сожалению. Самое время наших, наших целебных наклеечек. Спасибо нашим патреонам за такую поддержку. Мы начинаем веселую процедуру вынесения нашего предупреждения. Хочу один интересный момент, одно мое личное интересное наблюдение рассказать. Все больше и больше. Я вижу публикации, в которых отмечают меня, кого-то из нашей команды в постах, которые строчат водителей, которые припарковались на тротуаре, получили стикер. И потом, очень недовольны, они строчат посты. Они пишут о том, что мы не нашли места, что мы припарковали, что мы оставили там 10, 20, 30 сантиметров на тротуаре. И вот в этот момент... О, кстати, поснимай. Как это удобно? Удобно? А? Комод? Делать. Да, не очень удобно. В этот момент я хочу поблагодарить всех адекватных жителей города, которые, когда видят такие посты, не стесняются выражения, высказывают свое мнение. И уже по сложившейся традиции эти посты авторы просто удаляют. На той стороне достаточно много зрителей. Я надеюсь, они будут по-другому парковаться. Может быть, у них уже даже есть у кого-то автомобили. Продолжение следует... Мое личное наблюдение, что водители у нас не просто не читают знаки. Они их игнорируют умышленно. И, в принципе, знаки для них это что-то необязательное. Для многих водителей даже светофоры это что-то необязательное. Рассказываю. Вот смотрите. Через дорогу от меня есть еще один знак, который говорит, что зона действия знака, остановка и стоянка запрещена, распространяется на 100 метров. И посмотрите, сколько здесь машин. Как бы всем все равно. Также тут есть перекресток. Все прекрасно знают, что в зоне перекрестка 15 метров от него тоже нельзя парковаться. Всем все равно. Вот эти отговорки, что а мне негде парковаться, покажите мне правила, которые вас обязывают приезжать на автомобиле. У вас у нас есть общественный транспорт, есть велосипеды, есть самокаты. Ну приезжайте, вы решайте свои дела. А тут не понимаю, что происходит. Просто меня опять напрягают на тротуаре. Здравствуйте. Какие у вас вопросы есть? На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Скажите, куда вы скажете? Да, я вам скажу. Да, я вам скажу. 300 метров по Коглничеану. Паралел к дороге, не было ни один индикатор, не было ни один индикатор. Да, это два бензера. Да, это не надо. Да. Но это не нужно, чтобы вы отдыхали автомобиле? Моя старая, вы отдыхали? Не надо, что вы отдыхали? Да, я вам отдыхали. У нас неудачно шляпается и убегает рейтинг. Да? Скажите, пожалуйста, если двумя машина придет? Да, у мамы с двумя машина. Понимаете? Разрешите ей решение, вы говорите найти решение. Разрешите, двумя машина придет. Одна часа назад. Девушка, вы не хотите извиниться перед этой мадамой? Нет, 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 нет. Вы могли вообще сюда не парковаться. Вы лучше, блин, чтобы она не перепутала педали. Я тебе помогу. Ну, я боюсь просто поцарапать, любите. Не бойтесь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мамик, каручор. Да. НУ-НКАПИ. ПЕРСОНА СКОРОБЛИТАТИ, КАРА СЕЛА ФЕЛА, НУ-НКАПИ. СТАТИ ОН ПИК. НУ-НКАПИ. НУ-НКАПИ. Я думаю, что не проблема у машины. Да, я думаю, что не вкапит у машины. Но не вкапит у машины. Я думаю, что не вкапит у машины. Я думаю, что не вкапит у машины. Но не вкапит у машины, и они должны быть вкапит. ПОМЕРЬ КАРА СЕЛА ФЕЛА, НУ-НКАПИ. НУ-НКАПИ. ЧАР АВЕМ О ПРОММА ПОПРОММА. ПОМЕРЬ НУ-НКАПИ. ИНИКАПИ. СТИТИ КАТА Е БЕНЗИНА? СТИУ. А теперь вы идете более легко, если вы приходите изменили на машины, чем с автомобилами? НУ-НИКПИ. 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 И вы приходите на машина. А сейчас вы не будете дозироваться. Дайте вам возможность. Гасите слог на паркаре, вы уйдете на троллейбус и приходите на университет. Но это не произошло от ситуации. Да, товарищи. Вы настолько одинаковые нарушители своих аргументов, что у меня просто нет слов. Вы купили себе проблему и переложили вашу проблему на мою голову. Вы купили себе автомобиль, соответственно, вы купили себе большую проблему. Проблема в том, что надо ее парковать, надо ее обувать, надо ее заправлять, техосмотр сделать, страховку. Вы повесили на себя большие обязательства. Найти парковочное место легальное – это тоже обязательство. Вы не знали ответе Probleme, как вы делаете свое дело. Вы не правы, что у меня здесь. Я здесь. Я не могу удовлетворить, что вы прислали себе. Г sessions у вас нет. Вы перевести голову. А я ухожу в голову. Понятно, что у меня представ perseverет. Вы там делаете свою силу? Мы представили акцию. Да, да. Вы представили меня. Да. С документы? Что вы думаете? Пьетон из-за меня, и это из-за меня, в форме скрытия. Открытие, из-за чего организации... Стопхам.мб Поехали! Вот мой акт. Это мой акт. Это мой акт. Нужно видеть документ официальный. Как вы должны видеть документ официальный для общественной акции? Вы активируете, в зависимости от того, да? Да. Думаю, мы все вступим. В зависимости от компании? Да. Мы компания. Я, если вы хотите, ну вот этот, наш, мы сейчас в начале. Если вы хотите, да, окей. Если если человек вне 은есет, это коррект. Нужно, вы уезжаете в полиции в фортуру? Мне сюда в мою акт. Мне сюда там, в horке. Мне здесь, по территории, у меня. Ему, я тоже. Я все. Нужно, если вы стоите на валан, да. Могут стать на баран, да. Мы ждем экипаж полиции для того, чтобы более наглядно и аргументированно донести свою информацию до водителей. Вот таких, например, которые жалуются, что они приезжают в Кишинев на таком внедорожнике Ауди и не могут найти себе парковочное место. Как мне кажется, мое личное мнение, гораздо сложнее найти средства для того, чтобы приобрести такой автомобиль. И, к сожалению, когда вы приобретаете такой автомобиль, вы никому не задаете вопросы, где я его буду парковать. Вы их задаете постфактум, когда вы уже стоите на тротуаре. А парковать вы его должны где-то подальше. Такой секрет расскажу вам. Чем дальше вы находитесь от центра города, тем больше свободных легальных парковочных мест. В том случае вы можете припарковаться, сесть на троллейбус, приехать сюда и заняться обучением своим. Я вас задается весьма не только на авторитете по vállной дороге, но и в России. То есть на тротуаре вы могли возnести с этим? Я вы можете по-д�ограммировать. Я вас застрял на тротуаре, поэтому не идёт парковое. Да, вы можете по-д�ограммировать, а здесь вы садитесь. Да, вы можете по-д�ограммировать, как здесь юбилар. Да, вернее. Да, да, вы можете по-д�ограммировать. Я не знаю, где-то в 31 августа, где-то в Палата. Уник, где-то 20 мест, если есть 20 мест. Существа на Уник. Да, очень много мест. Возьмите в секрет. Возьмите в секрет. И здесь, где-то, по-другому. У нас нет никакого индивидутора. Обязательно. 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 У нас мало мест, спасибо, р anniак, где-тоmia наести достаточно парк podcasts. У нас много мест. Ощи порאלи, празднули. У нас мало мест. Возьмите, а в Посадка у autourientes трёме. Я, на местеerdings, а не вล�етку важна. У меня еще раз ответила у нас. Изм設те предложения. Сделала вови нам трудно в alte Lingей inadequate. Проблема один царь у нас. Тём, очень важно, мы должны закончить тот разговор, который мы начали, про пункт правил, который ты говоришь, что позволяет. Нет такого. Есть только в том случае, если висит знак с табличкой. В этом случае, да, работает формула метр с половиной. Если этого знака нет, то это не работает. То работает 44 пункт правил. От бордюра до стены тротуар. И 44 пункт правил запрещает это. Понял, да? Теперь машины эти нелегально здесь постоят. И мы приклеили наклейку о том, что, ну, с намёком на то, что здесь... Хорошо, стойте, но разве вы случайно не занимаетесь самоуправством? А в чём самоуправство? Ты знаешь закон... Полиция сама эти машины не штрафует. В смысле не штрафует? В смысле не штрафует? Стой, стой, Артём, Артём, ты опять манипулируешь. Штрафует? Ну как не штрафует? Сейчас приедет полиция и оштрафует. Или ты считаешь, вот эта ситуация нормальна, да? У него до стены метр пятьдесят есть. Но до лестницы... Но там вот дальше стоит Мазда, и у неё есть достаточное место, чтобы и машина прошла. Я тебе объясню. Я тебе объясню, в чём проблема. Да, может быть, место есть. Но когда становится одна Мазда, потом становятся все другие. В этом проблема. Поэтому нужно не допускать ни одной машины. Вот, отъезжать. Артём, ты получил информацию, или у тебя есть ещё вопросы? Да, есть ещё вопросы. А где ты до парковаться? Ты считаешь, что я пешеход, должен думать о том, где ты должен парковаться? Я как раз, что я думаю о вас, и я оставляю достаточно места. Но вы не считаете этого места... А ты не водитель этого? Я как раз, что водитель Мазды. Мазды. А какая Мазда? Вот эта серенькая? Да. Ну, да, она подаёт нехороший пример всем остальным твоим Мазда. Возможно, там можно пройти. Возможно. Но это противозаконно. Давай, Артём, мы посмотрим, как ты наклеечку отклеишь. Нет, спасибо. Почему? Это интересный кадр. Мне очень тяжело отклеить. Откуда ты знаешь, что очень тяжело? Я как раз хотел продемонстрировать. Российское, наверное. Да. Российское? Да, Российское. Ну, в России может тяжело, у нас легко отклеивать. Меня интересует, почему? Хорошо. Хорошо. Вы наклеили тут. Ладно, я понял, почему вы наклеили тут. Почему вы не пойдёте тогда и не наклеили? Ну, мы не можем по всему городу. Не только проблема там. Мы можем из принципа для тебя, для того, чтобы тебе не казалось, что мы... Я один уникальный. Да, да, да. Мы можем пройти и с той стороны, без проблем. Нет, мы не будем проходить. Сейчас полиция приедет сюда, и мы попросим их, чтобы они прошли и с той стороны. Хорошо. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Он, он, твой Тюркен, да, ведь... Мнозио. Я вызывал полицию на Кагалничану 68, город Кишинев. Да. Час прошёл, час прошёл, никто не приехал ещё. Ну, у нас есть, пожалуйста, полиция уже едет к вам. Едет? Да, полиция едет к вам. А можете поторопить как-то? За час можно доехать с юга Молдовы до Кишинева. Ну, мы передаём информацию на них уже, они отправят экипаж. Угу. Хорошо. Спасибо. Жду. Всего доброго. Ду-ду-ду-ду-ду. Час прошёл, полицию ждём. Пока ждём полицию. Давайте я сделаю небольшое объявление. Нет, приглашение. Приглашаю вас, друзья, уважаемые подписчики, все те, кто следит за нашей деятельностью уже вот на протяжении 11 лет, приглашаю вас 5 ноября на муниципальные выборы. Выборы в муниципальный совет. Я в этот раз предложил свою кандидатуру на пост муниципального советника и приглашаю вас прийти проголосовать за меня. Мне очень хочется поработать с площадки муниципального совета. Вы должны понимать, что с площадки муниципального совета чуть больше возможностей. Поэтому ещё раз, если вы понимаете и поддерживаете нашу деятельность, приходите, проголосуйте в списке кандидатов в муниципальные советники. Это второй список. Там будет два бланка. Один бланк за мэра и второй за муниципальных советников. Вот там, по-моему, 23 номер. Чолак Александру. Кандидат Индепендент. Поставьте свою печать вот так. Спасибо большое. Жду воскресенье у УРН. Не, не только свою печать. Своим близким, родственникам расскажите, что есть от команды СтопХам, есть человек, независимый кандидат в муниципальный совет Чолак Александр. Расскажите, расскажите, потому что мало кто знает. Я общался с ребятами, и они говорят, что не знают, что Саша идёт в муниципальный совет. Осталось пару дней, и вы имеете возможность рассказать как можно большему количеству людей про Сашу. Александр Чолак. Да, очень важное замечание. Я забыл об этом сказать. Друзья, у меня нету таких возможностей там попадать на телевидение, покупать эфиры на телевидении или на радио. Поэтому у меня единственная надежда на всех тех, кто поддерживает нашу деятельность. Да, вы это смотрите, но может быть кто-то, вы смотрите наши выпуски, но может быть кто-то из родственников ваших не смотрит выпуски. Пожалуйста, проинформируйте их о том, что я буду баллотироваться и о том, чтобы они как-то помогли мне. Позвоните родственникам, друзьям, расскажите им эти детали. Давайте, да, реально, давайте проверим, реально ли независимому кандидату без какой-то коммерческой или политической поддержки стать муниципальным советником. Ждем вас на выборах, ребят. Ждем вас на выборах, ребят. Спасибо, Олег. Мог вроде бы поддернуть ее и просто снять, но он решил водичкой. Может, это он осмотрелся СтопКам российский, где все там рекомендовали водичкой эту наклейку снимать. Вот что значит не быть подписанным на СтопКам Молдова канал. Так что подписывайтесь, будьте в курсе, как эти наклейки отдирать. Легко и просто. О, хочет нам заехать. Я не знаю, мы не успели отснять, но только что подошел. Пришел в билете авион какой-то администратор этой компании и говорит, уйдите, пожалуйста, с наших лестниц. У вас стация ищет колопиация централа. Хорошая тема насчет лестниц. Саша подкован. Я начал ему объяснять, что лестницы не его. Его территория от стены и дальше. А эти лестницы находятся на публичной территории. Также я не успел задать этот вопрос ему, потому что он убежал. Но у меня вопрос, не смущает ли его то, что машины паркуются, здесь люди не могут проходить. Ваши же клиенты не могут здесь пройти. Это вас не смущает. А то, что люди сидят на лестницах, это смущает. Одно из направлений, которым я хотел бы заниматься, это лестницы. Я не знаю, почему люди, которые арендуют здания, частные собственники этих зданий, почему-то полагают, что они имеют право захватывать муниципальную территорию. Ладно, здесь может быть терпимо. А вот там лестница, не знаю, там вообще прям до середины тротуара. Плюс машина становится, и вообще пройти нельзя. Этим надо заниматься. Этим надо заниматься и убеждать предпринимателей или арендодателей, чтобы они убирали эти лестницы. Почему ее не сделать вот так вот полукругом небольшим? И все, здесь же не так высоко. Зачем это? Я знаю, зачем это делать. Я анализировал, думал, зачем люди так делают. Они таким образом тешат свое, я не знаю, господарство. Вот это в плохом смысле. Господарю, господарю, винит и давай захватывать территорию. И тешат свое вот это чувство. Нет, надо, если это публичная территория, зачем это выстраивать все? Да, и это один момент, один из тех моментов, чем я хотел заниматься в муниципальном совете. Серега, а ну сними, я попробую продублировать. При всем моем положительном настрое полиции нет уже подписчиков. Пъемка видео. А нарушители прям просят. Камеру вырубаем. Буназио, Коголничану 68, два часа прошло. Пожалуйста, пришлите нам экипаж полиции. Тут водители уже нервничать начинают. Два часа прошло, это очень много. Хорошо, вы позвонили о том, что они припаркованы, там машина. Здесь рядом никого нет. Хорошо, там припаркованы, там машина, да? Осталось меньше. Некоторые водители ждут полицию тоже. Вместе с нами. Хорошо, ждите полицию. Продублируйте, два часа прошло. Хорошо, ждите. Ждем. Я прям пытаюсь себя сдерживать, чтобы не сорваться, потому что два часа это очень много. Очень много. Два часа можно доехать с другого края страны нашей, не то что с другого края города. Ваш машина. С какого? А вы с первого раза не понимаете, скажите мне, пожалуйста, что на тротуаре заезжать нельзя. Вот что. Ты скажи мне, где ты тут не помещаешься? А ты скажи, где мне ты здесь не помещаешься? Скажи мне, что тебе запрещает становиться у дороги, а? Что тебе мешает, объясни мне. Что тебе мешает тут ходить? Вот я хочу вот так пройти. Нормально будет? Слушай, я тебе сейчас... Что ты мне сейчас? Я с тобой уже второй раз разговариваю. Если ты не понимаешь, что как с тобой разговаривать. У дороги встань и разгружайся себе спокойно. Тебе делать что ли мне? Хочешь поговорить об этом? Мне вообще похуй. Вот сейчас приедет полиция, ты еще и штраф заплачешь. Потому что правила не знаешь. Какие правила? Элементарные, ПДД называются. Есть такая книжка образовательная. Человек, когда садится за руль, он ее читает. Так как где? В книжке? Открой книжку, 44 пункт, там написано все. Да ну поешь, блин. Ты зачем так разговариваешь, а? Я хочу. Значит, ты сейчас не уедешь. Ты не уедешь, ты будешь ждать с нами полицию. Сейчас будешь ждать с нами полицию, ты такой разговорчивый. Стоим и ждем. Вместе. Не дави меня. Да иди нахуй. Выбирай выражение. Ты или извинишься, ты или извинишься, или будешь стоять и ждать полицию. Еще раз тебе говорю. Два варианта. Либо извинишься, либо будешь ждать полицию. Извини. Извини. За что? За то, что я грубо с тобой поговорил. Да, и за то, что ты нарушаешь. Ты понимаешь? Слушай, вчера я тоже тут стоял. Точно так. Здесь полиция стояла. Да. Они мне ничего не сказали. Ну мало ли, они приезжают по разным вызовам. Есть у нас патрульная полиция, полиция рутьера, есть участковые, есть таможня. Вот те машины припаркованы неправильно. Я припаркован правильно. Неправильно, я тебе еще раз говорю. Ты ГИБДДшник? Я тебе говорю, что есть правила, которые тебе запрещают заезжать на тротуар. Какие? 44-й, я тебе повторяю еще раз. А вот здесь, еще раз повторяю, вот здесь ничего тебе не запрещает встать у дороги. Понимаешь ты это? Вот красная машина стоит, встал бы за ней. Ничего не запрещает, ничего. Почему ты не знаешь ПДД элементарное? Я знаю ПДД. Почему не встал по ПДД? Ну а почему тогда этот вопрос возник? Потому что я не хотел затруднить дорогу другим. А пешеходам ты тут затруднил, потому что я хочу здесь четвером-пятером ходить свободно. Не должно быть здесь тебе вообще в априори на тротуаре запрещено по ПДД. А ты залез. Хорошо. Договор нарушил изначально, который был в автошколе, тебе же объясняли это? Слушай, тут знак стоит. Какой? Остановка запрещена. Нет, можешь встать, вот заказка. Хорошо, давай я сюда встал. Давай, ну не остановись на тротуар. Хорошо. Надеюсь мы усвоили это. Мы с ним вот там встретились посреди тротуара. Здравствуйте, водителя не знаете случайно? Я водитель. А вы серьезно, это нормально? Нет, мы сгрузили, это важно. Ну уезжайте, пожалуйста. Ну сейчас надо. Ну потому что тротуар полностью перекрыли, целиком и полностью. Ну хорошо, идите там, почему вы не предъявляете на рабочем? 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 Да. Который занимается ремонтом тротуара? Допустим. Вы какие-то странности говорите. Очень странно. Там видите, там сейчас происходит... Странно выглядеть. Вы что-то упоминляетесь? Серьезно? Да. Вы хотите об этом поговорить? Да. Сейчас дождемся полицию, вы будете еще и... А, так вы же не первый раз. Вы уж походу с правилами не очень дружите, правда? Привет, водитель. Занимаюсь вам. Занимайтесь. Не учи меня что делать. Я вам желаю адекватных друзей. Не таких. Офигеть. Ну вот просто бесстрашный. Я знаю, я знаю, что вас тоже очень сильно бесят такие водители. Я знаю. И сейчас будет комментарий, почему вы его отпустили. Потому что я попросил его извиниться, он извинился. Все. Мы ему объяснили, насколько смогли. Дальше уже я советую вам тоже. Либо напихать, либо объяснить этому водителю. Он 100% увидит этот ролик, ему передадут. Напишите все, что вы о нем думаете. Моназио. Патрулари. Полиция патрулари. Да, я вам кемат, полиция. Вот эти вот все машины стоят с нарушением. Почему так тяжело? Скажите мне, почему так тяжело. Один экипаж на все Байканы. Как до такого дошло? Мы только приехали тоже с... Как до такого дошло, что один экипаж на один район? Как докатилась полиция до такого? О, Боже. В общем, ситуация, которая лично мне очень не нравится. Нам пришлось ждать 2 часа 5 минут экипаж полиции. Инспектор нам сказала, что один экипаж, но целый район. Конечно, это катастрофически мало. Катастрофически мало. Мы слышали про какие-то реформы в полиции, мы слышали про глобальные улучшения, которые ожидают. Но, к сожалению, мы их не можем на себе ощутить. Я бы даже сказал больше. Если раньше было 2 экипажа на район, то сейчас мы слышим, что один экипаж на район. Куда делись остальные экипажи, я не знаю. Но у нас большая проблема с этим. Вот реально, представьте себе, что что-то более критичное происходит. И ты 2 часа не можешь дождаться полиции. 2 часа это не 20 минут, не 2 минуты. Это 120 минут. Это капец как много, когда ты ждешь. Так, я смотрю на этот автомобиль. Уже поставила полиция свои наклеечки. Поверьте мне, вот эти вот наклеечки гораздо страшнее наших безобидных. Потому как наша наклеечка, это наша претензия. А претензия полиции говорит о том, что вы, кроме того, что заплатите за эвакуатор, скорее всего, еще заплатите за штрафстоянку. Вот мне сейчас кажется, что этот смелый водитель сейчас просто прилетит сюда. Спасать свой автомобиль. Почему я говорю прилетит? Потому как он одногруппник той девушки на Ауди, которая здесь стояла, ждала с нами полицию. И он сказал, что ему пофиг на стоп-камп и пофиг на все здесь происходящее. И он надеялся, что мы отсюда уйдем, и никто его машину трогать не будет. Естественно, мы ее не трогали, а полицию вызвали. А полиция, в свою очередь, вызвала эвакуатор. Так что, насколько бы тебе не было пофиг, ехать в Трушины за машиной, заплатить кругленькую сумму, надо иметь карман широкий. В общем, друзья, ситуация такова. Сзади меня еще несколько водителей, автомобили, которых находились на той стороне под знаком. Их тоже пригласили и тоже выписывают протоколы. Да че фасчет боится? Что происходит? Номер беру. Номер берешь? Инстаграм? Инстаграм? Реально что, оплачиваешь ей? Да, да. Класс. Как зовут? Не расстроились сильно? Да нет. Просто здесь реально проблема часто. Я как бы не с этой стороны, а с той стороны. Я не знала, потому что тут делать ремонт дорог, как бы в те места, где можно оставить машину, заняли. И если тебе нужно где-то поблизости тут, делайдер, если ты даже работаешь, тебе негде оставлять машину. И если ты еще берешь пример с других, потому что был большой ряд машин, ты просто хочешь оставить машину и пойти по своим делам, оказывается, потому что тащит так. Но проблема в том сейчас, да, это хорошо, что делать ремонт дорог, но надо хотя бы в период ремонта дорог помочь водителям, чтобы не было вот таких ситуаций. Вы учитесь здесь, девушка, да? Нет, нет. Я просто хочу маникюр себе делать. И минут 30 назад я оставила машину и увидела еще другие машины, на что поставить при машине. Я подумала, что можно как-то. Ну, реально, уже да, будете внимательнее. Вот знак висит, который запрещено. Да, это моя проблема, что я не заметила этот знак. Да, у вас очень аттестуде не... Именно где начинается парковка, оттуда все забронировано. Ты не можешь оставить машину свою. У нас, я понимаю, в городе очень много машин, реально, очень много машин. Даже если захочешь где-то оставить, ты уже импровизируешь как-то, конечно. Поэтому у нас быстро ломаются дороги, и я это очень хорошо понимаю с логической стороны. Но тебе нужно тут, но ты оставляешь машину здесь, это уже зачем тебе машина? Может, мог бы уже сразу пушкариком войти. Вот, вот, да. И ты хочешь как-то уже выйти ситуацию, но... Либо плачешь моменты, либо я не знаю. Вот, вы сказали, нету знаков. Какой знак? Ну, может, мы придумаем этот знак, поставим на тротуаре... Ну, так же говорим, точно так же. Как показывать, что... Ну, как надо, допустим, с этой стороны, вот, да, и 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 вот, да. Так, очень долго, но очень интересно. И вы знаете, что меня удивляет этот инспектор? Как зовут инспектора? Как зовут инспектора? Алена. Алена. Инспектора зовут Алена. Поддержите ее в комментариях. Она стоит, гражданину с Украины объясняет, какой должен быть знак на тротуаре, что парковаться нельзя. Водитель говорит, ну, там же есть в дороге знак о том, что с установкой стаянка запрещена. Она говорит, правильно, он стоит на дороге, действует на дороге. Говорит, какой знак должен быть на тротуаре? Водитель выкручивается. Да, мы задаем этот вопрос уже на протяжении 10 лет. Знак, который БЗ запрещал водителям парковаться на тротуаре, не существует. Не существует. Есть правило, есть пункт, который говорит об этом. Не знак. Просто на тротуар вы не должны заезжать и искать знаки. Это нонсенс, это глупо, это неправильно. Все, забудьте про знак на тротуаре. Его не существует. Просто нельзя. Чтобы вы не говорили, что, скажем так, рейд выполнен наполовину. Инспектора решили на той стороне тоже эвакуировать машины, которые припаркованы под знак. Остановка запрещена, зона действия 100 метров. Они чистят эту зону действия знака. Кстати, за нами больше автомобилей нету. Спереди нас остался один. И они говорят, что они начали с этой стороны и дойдут до конца улицы. Да, я заметил, я заметил, что на машину, красную машину, клеят наклейки о том, что будет эвакуация. Мы, наверное, не будем с вами дожидаться эвакуации. А именно на этой ноте мы и закончим наш рейд. Он у нас получился довольно долгий. Практически 4 часа мы здесь провели. Не знаю, связано это как-то с протестами, которые проходят сегодня в другой части города. Или просто полиция до нас тяжело доезжает. Но так или иначе, цель и задачи, поставленные на сегодня, мы выполнили. Мы почистили тротуар с одной стороны. Инспектора почистили. Дорогу от автомобилей с другой стороны. И с чувством выполненного долга можно наш рейд заканчивать. Обязательно напишите все, что вы думаете. Спасибо нашим патреонам за вашу поддержку. Ну и пока-пока. Увидимся в следующих роликах. А следующие ролики будут очень интересные. Будут продолжение с улицы Флорилор. И будет продолжение с Ботаники. Увидимся в следующих рейдах. Пока-пока.